Сочи на низком старте перед Кубком Конфедерации. В Олимпийском парке начал свою работу пресс-центр. В Сочи проверят все частные гостиницы. Такую задачу комиссии по неформальной занятости поставил глава курорта. 200 квадратных метров детского счастья. Новая игровая площадка появилась в селе Черешня. Тенденция этого года – кино об обычном человеке. Кинотавр назвал тех, кому это удалось, и попрощался с Сочи на год. Новая взлетка Краснодарского аэропорта приняла первые самолеты. Сегодня после продолжительного строительства заработала взлетно-посадочная полоса. Ее длина – 3 километра, ширина – 60 метров. Теперь аэропорт Краснодара может обслуживать дальнемагистральные суда с большей вместимостью. Это позволит расширить географию полетов из Кубанской столицы. Открыл новую взлетно-посадочную полосу губернатор Вениамин Кондратьев. Краснодарский край и Краснодар будут более доступны для жителей всей нашей страны, для отдыхающих. И нашим жителям нашего края и краевой столицы будет еще удобнее улетать, прилетать в наш город. Краснодар сегодня – это не только культурная столица Кубани, это на самом деле культурный центр и деловой центр в Южном федеральном округе. Поэтому реконструкция воздушных ворот позволит Краснодарскому краю и Краснодару выйти максимально в транспортной активности, и те контакты, которые сегодня активно развиваются, и отношения с партнерами из других регионов и даже из-за рубежа, благодаря этой полосе могут быть более активными и динамичными. После запуска новой взлетки в течение 10 минут на нее приземлились борты пяти авиакомпаний. По словам руководства аэропорта, в планах также и его реконструкция. В перспективе Краснодарский аэропорт хотят сделать транспортным хабом, включающим в себя железнодорожный аэроэкспресс. Одно из главных спортивных событий года для России стартовал Кубок Конфедерации ФИФА. Спортивная история будет вершиться в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. 17 июня состоится первая игра в северной столице, а в нашем городе в преддверии матчей сегодня открыли пресс-центр. Расскажет Рината Шипулина. Право на освещение матчей Кубка Конфедерации из российских СМИ получили Первый канал, Матч ТВ и радиостанции ВГТРК. Для неаккредитованной прессы в дни проведения игр работать будет медиа-центр, который открыли сегодня. Здесь же состоялась первая пресс-конференция. Провели ее руководитель Краевого департамента информационной политики Владимир Пригода и первый замглавы Сочи Анатолий Рыков. Мы постараемся сделать все, чтобы журналистам здесь, в нашем медиа-центре, было комфортно работать. Отдыхать, общаться. Мы постараемся сделать так, чтобы каждый, абсолютно каждый рабочий день в городе Сочи был насыщен максимально пресс-конференциями, встречами с интересными людьми, спикерами. Медиа-центр расположен на территории Олимпийского парка в помещении Сочи-автодрома. Здесь будут проходить пресс-конференции и брифинги с участием спортсменов, руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звезд культуры и спорта. Здесь установлены ноутбуки с выходом в интернет, мониторы для трансляции, бесплатный Wi-Fi. К слову, аналогичные центры появились также в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Перед стартом основных соревнований на пресс-конференции говорили и о проведенной работе по подготовке к Кубу конфедераций. Если за спортивную составляющую и победу сборной России, естественно, городская команда не отвечает, то за создание праздничного настроения, соответственно, и комфортного пребывания как раз мы отвечаем. Стиль Кубка конфедераций. Весь город украшает на сегодняшний момент 22 700 квадратных метров баннеров. Практически вы видите, что в Меретинской низменности действительно создана уникальная атмосфера для болельщиков, любителей футбола. И мы надеемся, что это позволит в полной мере, в праздничном настроении посмотреть те игры, которые намечены. А Сочи уже встречает чемпионов мира. Сборная Германии прибыла сегодня, чтобы в третий раз в своей истории принять участие в Кубке конфедераций. 19 июня команда сыграет на стадионе Фишт с Австралией. 22 июня отправится в Казань на матч с Чили. А затем вернется в Сочи, где 25 июня встретится со сборной Камеруна. В курортной столице состоятся три отборочных игры и полуфинал. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Команда Сочи стала победителем спартакиады трудящихся Краснодарского края. Такого результата сборная курорта добилась впервые. Соревнование проводится уже в 13 раз. И на первом этапе в нем приняли участие более 500 тысяч человек, представляющих различные трудовые коллективы края. К турниру допускались только сотрудники трудовых коллективов и индивидуальные предприниматели. Сочинцы принимали участие в настольном теннисе, плавании, волейболе, уличном баскетболе, армспорте, гиревом спорте и легкой атлетике. В итоге наши земляки стали лидерами в первой группе. Второе место у Каневского района, третье – краснодарцы. Международный туристский форум пройдет в Сочи в ноябре. Он состоится с 20 по 24 ноября в главном медиа-центре. Внутренний и въездной туризм в России сегодня – это колоссальный перспективный рынок. Международный туристский форум в Сочи призван показать всему миру. Туриндустрии нашей страны действительно есть, что предложить своим зарубежным туристам. Турфорум объединяет различных участников внутреннего рынка – региональные власти, курорты, отели, туроператоров и других представителей бизнеса. Основными посетителями станут в первую очередь туроператоры и турагенты из различных регионов, заинтересованные в поиске новых контактов, установлении деловых связей и заключении коммерческих сделок. Наибольшее число участников традиционно приедет из Краснодарского края. Также в этом году к ним присоединились и другие регионы – Адыгея, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Ростовская область, Вологодская, Кировская область, Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом сообщает администрация города Сочи. В Сочи проверят все частные гостиницы. Такую задачу на заседании Межведомственной комиссии по неформальной занятости поставил глава курорта. С начала года инспекторы проверили 438 предприятий города. Те организации, где были замечены неоформленные сотрудники, заплатили штрафы по 100 тысяч рублей за каждого теневого работника. Начался активный летний сезон, расцвел гостиничный бизнес. Сотни частных гостиниц и гостевых домов принимают туристов. Сегодня в списке администрации 407 таких объектов. Каждый посетят тайные покупатели. По результатам их наблюдений на комиссию пригласят и руководители гостиниц. Проверки начнутся уже на следующей неделе. Перепутал педали. На одном из городских порталов появилось видео ДТП в Адлере. Ученик за рулем, перепутав педали газа и тормоза, вылетел с улицы Чкалова на Олейную и врезался в припаркованный автомобиль. К счастью, отмечают очевидцы, обычно оживленная улица в этот момент была безлюдна. И продолжаем. Вперед к олимпийским рекордам. А начать тренироваться можно и в соседнем дворе. Новая детская площадка открылась в селе Черешня. На праздники в честь этого события побывала и тренер олимпийских чемпионов по фигурному катанию Елена Чайковская. В село с действительно южным названием Черешня может похвастаться большим количеством детей, но не местами для их игр. Так было до недавнего времени. Теперь же в нижней части села появился островок детского счастья. Территория в 200 квадратных метров полностью благоустроена, огорожена. На ней уложено качественно резиновое покрытие, по которому приятно бегать и не больно падать. Установлено освещение. И главное множество качелей, горок, лестниц, песочниц и лавочек для родителей. Некуда здесь поехать далеко в город-парке. И не каждый родитель может отвезти этого ребеночка. То здесь вечером, когда жара спадает, собираемся, устраиваем конкурсы, игры. Мы еще хотим таких площадок, чтобы у нас в селе было много площадок таких. К строительству детской площадки подключились все и родители, и председатель ТОС, и местные предприниматели, и молодогвардейцы. Инициативу активно поддержала городская благотворительная организация «Лига женщин». Совместно были найдены и место под площадку, и люди, которые могут материально оснастить эту площадку. И с учетом того, что эта площадка теперь будет под их чутким руководством работать, что дети здесь будут небесхозные, ребята будут проводить в качестве аниматоров тут всевозможные с ними мероприятия и немножко контролировать процесс. В числе почетных гостей Елена Чайковская. В целом, на чемпионатах мира по фигурному катанию ее ученики завоевали 11 золотых медалей. Это второй результат среди всех тренеров в истории фигурного катания. Сочинскую площадку тренер похвалила. Не каждое село может похвастаться новыми детскими игровыми зонами. Я вообще работаю всю жизнь с детьми, и я счастлива увидеть эту площадку. Я прошла по всем тренажерам, аттракционам, посмотрела. Великолепная площадка для отдыха детей, для навыка, для становления каких-то новых спортивных начинаний. Это прекрасно. Такие проекты Лиги женщин очень значимы для города и его жителей. В селе Черешня проживают 2500 человек. Так что пустовать эта площадка точно не будет. Тем более в летние каникулы. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». 70 лет на благо Сочи. Глава курорта поздравил сегодня с юбилеем Алексея Горбунова, председателя Сочинского городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Алексей Горбунов родился в Мордовии, но еще со школьного возраста тесно связал свою жизнь с Сочи. В свое время работал заместителем председателя Центрального райисполкома Сочи, руководил гостиницами «Москва» и «Чайка», избирался депутатом ЗСК. Сегодня он еще и советник главы города. Юбиляру пожелали долгой и плодотворной работы на благо родного курорта. В Сочи завершил свою работу кинофестиваль «Кинотавр». Ознаменовала последний день громкая яркая победа фильма «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова. Почему жюри выбрала именно его, узнала Елена Всецина. На закрытии «Кинотавра» все та же красная дорожка. Правда, звезды по ней идут совсем другие. Как правило, во время проведения кинофестиваля артисты и режиссеры сменяют друг друга. При плотном графике работы в кино редким счастливчикам удается бывать здесь от звонка до звонка. На закрытии «Кинотавра» был представлен продюсерский проект «Анна Меликян» про любовь только для взрослых. Поэтому на красной дорожке все те, кто снимался в продолжении «Альманаха», получившего главный приз кинофестиваля два года назад. И те, кто снимался в конкурсных лентах. В этом году из 77 картин были отобраны фильмы, снятые и в регионах, и при поддержке зарубежных продюсеров. 9 картин из 14 сняты без господдержки. У нас два фильма «Заложники» и «Аритмия», которые сделаны в коупродукции с тремя странами каждой. Это тоже говорит об открытости, об интересе западных продюсеров к российским режиссерам. Очень большое разнообразие, что опять так радует, что у нас каждый фильм по-своему нашел свое место и своего зрителя. Мы были очень довольны, когда раздавали призы, признавать, отмечать разнообразие сегодняшнего кинематографии. Лучшим режиссером на «Кинотавре» стал Резуги Генишвили с фильмом «Заложники». Снял эту ленту Владислав Апельян, спобедивший в номинации «Лучший оператор». Приз за лучший сценарий Виталия Суслина, лента «Голова-два уха». Единодушно жюри присудило главный приз «Кинотавра» фильма Бориса Хлебникова «Аритмия» про жизнь обыкновенного врача скорой помощи. Его сыграл Александр Яценко, которому вручили приз за лучшую мужскую роль. Мне просто нужен был человек, который счастливо нашел свою профессию, которой ему интересно заниматься. Медицинская тема возникла довольно случайно. Она просто довольно удобная, особенно скорая помощь, потому что это маленькие случаи, они разнообразные. Это для сюжета, для сценария хорошо, для драматургии. Это один из лучших режиссеров независимого кино, которое, к сожалению, мало что собирает в прокате, но это не делает его менее амбициозным и привлекательным. Это хорошее, крепкое кино, которое я в какие-то моменты буду пересматривать. У нас какой-то прекрасный состав жюри. Очень все люди совершенно из разных сфер, совершенно с разными взглядами на кино. И это было для меня колоссальным опытом. Мне кажется, я чуточку больше стала разбираться в каких-то вещах, и мне это тоже приятно. Набрался опыта и Кирилл Плетнё, бывший известный зрителем по своим актерским работам, но уже много лет занимающийся режиссурой. Снявшись в его ленте «Жгек» Тейса Инга Болгина получила приз в номинации «Лучшая женская роль». Кирилла я открыла в короткометражке «Настя», который мы вместе с ним сделали. И, в общем, эта героиня перекочевала в этот сценарий. То есть мы нашли героиню, которой было жаль бросить, и хотелось какую-то большую историю с этим образом. И вот он написал такой сценарий на меня, и я ему очень за это благодарна. Мне очень интересно работать в жанровом кино, продолжать. Мне очень интересно попытаться сделать что-то на телевидении, какой-то авторский сериал, хороший авторский сериал, такой восьмисерийный, в таком формате. Мне интересны истории про людей. Кинотавр развивается вместе со страной. И запрос нашего общества сейчас – жизнь маленького человека без глянца и гламура. На российских экранах фильм «Победитель» 28-го открытого российского кинофестиваля «Драма Хлебникова. Аритмия» появится 28 сентября. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Премьера в сочинском цирке впервые на арене курорта гастролей цирка «Джимелли». Представления стартовали уже в субботу, но и сегодня в зале «Аншлаг». В чем секрет такого успеха программы «Джимелли» – расскажем в нашем следующем сюжете. В этой программе нет единой сюжетной линии – акцент на безупречную дрессуру и сложнейшие акробатические трюки. Это цирк «Джимелли». На курорт эту уникальную программу привезли впервые. Главным персонажем является клоун. Клоун и Джимелли, которые привезли вот такую замечательную программу, замечательный дивертисмент в добрых традициях старого русского цирка с номерами, действительно, где король цирка – трюк. Ну а трюки действительно уникальные. Вот гимнастка парит под куполом, выполняя разнообразные воздушные пируэты. А вот повелитель колеса Сира удивляет зрителей силовыми акробатическими элементами – аббатутисты, полетами и кувырками. Ну а номер фараоны точно придется по душе любителям острых ощущений. Канатоходцы выполняют трюки безо всякой страховки на большой высоте. Его главные герои – братья Суанбековы. Они выступают и в номере «Колесо смелости». Высота 10 метров, никакой страховки. Братья исполняют трюки на грани человеческих возможностей. Жанр очень сложный, жанр очень травмоопасный, травматичный, потому что здесь никак нельзя использовать никакую страховку, никакую лонжу. Жанр очень динамичный, очень зрелищный. Мы считаемся одним из лучших, наше колесо считается в России, так как мы берем своей скоростью, темпом, то есть с таким темпом очень тяжело работать. Ну и отдельно стоит сказать о животных. В цирке Джимелли выступают дрессированные канадские пумы, трюки показывают белые вороны и кони. Одним словом, эта программа удивит и детей, и взрослых. Цирк нам очень понравился, особенно нам нравятся гимнасты. Мы любим как воздушных гимнастов, акробатов. Очень красиво. Прекрасно, очень интересное представление, замечательные воздушные гимнасты. Нам очень все понравилось, очень фееричное шоу. Мы приезжие, мы просто в восторге. Гастроли цирка продлятся в Сочи до 9 июля. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Территория красоты открылась сегодня в гранд-отеле «Жемчужина». Модные показы, изделия от народных мастеров России, мастер-классы по бьюти-инновациям. Уже 11-й год подряд в начале летнего сезона компания «Соуд» проводит это мероприятие под девизом «Все для красивой жизни». Сегодня в «Жемчужине» состоялось официальное открытие территории красоты и фестиваля народных мастеров России. К слову, это одна из 500 выставок, которые выставочная компания «Соуд» провела за 25 лет успешной работы. Организаторы уверены, о моде, красоте и здоровье необходимо говорить именно на курорте. А выставка «Моды и стиль» о бьюти-инновации ювелирных изделий как раз выступает индикатором современных тенденций. Сама же продукция строго от производителя. Здесь ключевое слово «производители» и российские производители, и белорусские производители из Италии. Фестиваль народных мастеров и художников России. Именно те изделия, которые делает сам мастер, они наиболее цены, они не повторяются. И еще сохраняет тепло рук мастера. Я вас жду в гранд-отеле «Жемчужина» с 15 по 18 июня на территории нашей красоты, на территории нашего стиля, хорошего настроения и открытия летнего сезона. С трубкой мира, а еще с изделиями из натуральных материалов, сделанными своими руками, приехали и мастерицы из горного Алтая. Купить с рук мастера – это дорогого стоит. Мы привезли для вас вот такие обережки. Например, вот это наш конь. Он обозначает, что если он у вас будет, вы всегда будете на коне, то есть удачливы будете. В этом году мероприятие проходит в формате профессиональной площадки, которая объединяет основные сектора индустрии красоты. Сегодня же для посетителей прошел модный показ итальянских и российских дизайнеров. Компания «Фернандо» презентовала непревзойденную летнюю коллекцию, а московская компания «Русская красавица» продемонстрировала роскошные, как отметили посетители, наряды из струящихся тканей с цветочными мотивами. Здесь же на территории красоты выставочной компании «Соут» не теряющие своей актуальности елецкое и вологодское кружево, кубачинские ювелирные изделия, украшения для дома. А некоторые товары и услуги на выставке можно и протестировать. Сами же производители готовы к сотрудничеству. Большинство из участников заинтересованы вывести свою продукцию на местный рынок. Посетители же ежедневно ждут розыгрыши призов. Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На выставке «Территория красоты» свою продукцию представили более ста компаний, лучшие в этой сфере. Среди них и «Резида Одор». Это производитель и поставщик инновационных косметических активов. Продукцию компании «Резида Одор» выбирают те, кто заботится о себе и о своей коже. Она не имеет аналогов на рынке профессиональной косметики и эстетической медицины. Это не крем и не сыворотка. Это чистейший актив. 100% растительного происхождения, который добавляется каплей в ваш домашний уход, усиливая в несколько раз эффективность вашего крема. Этот актив добавляют мировые бренды, мировые производители косметики. Из одной такой маленькой упаковки фирмы делают по 50-60 банок крема. Вам такой хватит на полгода. Такие активы абсолютно безопасны и, главное, эффективны. Прошли серьезные клинические исследования. Они помогут в борьбе с пигментацией, акне, расширенными порами и для разглаживания морщин. Одним словом, сохранить красоту и молодость. С продукцией компании «Резида Удор» можно познакомиться на выставке «Территория красоты». На стенде сотрудники предприятия подробно расскажут об этой уникальной косметике. Эксклюзивные новинки в мире подарков и цветов. В Гранд-отеле «Жемчужина» открылось официальное представительство компании «Вега Флауэрс». Теперь и в Сочи можно купить живые цветы, составленные в композицию и сохраняющие свой внешний вид и аромат в течение многих лет. Эта красота не на один день и будет напоминать того, кто преподнес великолепный букет. Подарок из живых цветов может радовать от 3 до 5 лет и дольше. Компания «Вега Флауэрс» при составлении композиции использует новейшую зарубежную технологию. Она абсолютно экологична, гиполергенна. И за счет нее сохраняется первозданный вид наших цветов, букетов. Каждый бутончик живой. Все цветы источают роскошный, тонкий аромат. Эксклюзивные цветочные букеты можно купить на первом этаже гостиничного комплекса «Жемчужин», а также заказать по телефону 8-988-189-8913. Доставка по городу бесплатная, более того, упакованный подарок можно отправить даже в другой город. Можно приобрести живую розу в вакуумной упаковке и мягкую игрушку-грилку с ароматом сухой лаванды, которая после разогрева в микроволновке сохраняет тепло в течение нескольких часов. Здесь же в салоне представлена полная коллекция часов «Президент», линейка брендовых часов «Авиаторы», торгового дома «Полеты» компании «Романов». Есть молодежные модели, есть женские модели. Эта линейка называется «Шарм» и «Романов». Есть мужские спортивные модели, есть модели «Кэжел», которые подходят абсолютно под любую одежду на каждый день. Эти фирменные модели часов и неповторимые цветочные композиции можно приобрести на открывшейся сегодня выставке «Территория красоты». Всем, кто посетит салон «Вега Флауэрс» и стенд на выставке, скидки до 5%. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Новую коллекцию, новые оттенки суперстойкой косметики представила на выставке «Территория красоты» и компания «Пош». Фирма «Пош» привезла в Сочи новые экзотические летние оттенки, которые приятно порадуют поклонников бренда и тех, кто только знакомится с этой уникальной линией косметики. Мы привезли новую коллекцию, это изумрудный на глаза, неоновая лаванда, просто потрясающие оттенки. Конечно же, коралловый фламинго, который быстро освежит и омолодит любую нашу поклонницу, нашего бренда. Вы можете плавать, нырять, все останется на глазах. Попробовать на себе водостойкую косметику фирмы «Пош» мог любой желающий, а визажисты помогали многочисленным гостям стенда подобрать нужный оттенок. Продукция гипоаллергенна, ее основа – натуральный пчелиный воск с добавлением минеральной пудры. Карандаш застывает в течение трех минут и держится на губах до 18 часов, на глазах – до двух дней, а на бровях и вовсе до трех. Не оставляет следов, не отпечатывается и не стирается. Косметику «Пош» называют люксом за минимальные деньги. Кстати, это российский бренд. С ним можно познакомиться на выставке «Территория красоты». Ну и в завершении выпуска информации от партнеров программы «Стоматология Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм – оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok